Всем здорова! Меня зовут Михаил Халецкий, и в этом финальном выпуске второго сезона видеоблога «С миру по книге» мы поговорим о последних годах Франца Кавки и о его смерти. Франца Кавки и о его смерти помимо прочего, встречает Дору Диамант, которую суждено осветить последние 11 месяцев жизни писателя. По разным свидетельствам, на момент встречи с Кавкой Доре могло быть либо 19, либо 25 лет. Сохранилось лишь два ее портрета, и на обоих она предстает обворожительной, юной, особой. В сентябре 1923-го Франц Кавка возвращается в Прагу всего на пару дней, только лишь для того, чтобы собраться и уехать в Берлин. Следующие полгода он проведет с Дорой Диамант. Безусловно, его здоровье будет ухудшаться, однако он будет писать Максу Брода письма, в которых совсем не будет страха. Наоборот, Франц будет говорить, что впервые за 40 лет он чувствует себя счастливым. Шесть месяцев в Берлине оказались довольно подотворными в литературном плане. Нам довольно трудно подвести единый итог, ведь Франц, невзирая на просьбы Доры, сжег часть из написанных тогда рассказов. Однако же мы совершенно точно знаем, что именно в то время из-под пера Франца Кавки вышли рассказ «Маленькая женщина», новелла «Нора», которую также переводят как «Лабиринт», а также рассказ «Жозефина» или «Мышиный народец». Вернувшись из Берлина, Франц попадает сначала в один санаторий, потом во второй и, наконец, в третий, под Веной. Проведя там несколько недель от истощения и недостаточного питания, он умирает 3 июня 1924 года. В момент смерти рядом с ним находится не только врач, но и его возлюбленная Дора, с которой он был так счастлив. Франца похоронят здесь, на новом еврейском кладбище. Спустя несколько лет рядом с ним окажутся его мама и его отец. Его сестры будут убиты в концентрационных лагерях во время Второй мировой. Однако не пройдет и года после смерти Франца, как Макс Брод опубликует процесс, тем самым дав доступ к литературному наследию Кавки всем последующим поколениям. Всем известно, что этим шагом Брод нарушил волю самого писателя, ведь в двух коротких записках, адресованных Максу Броду, Франц Кавка недвусмысленно просит его сжечь, уничтожить все работы Франца, которые не были до этого опубликованы. Однако у Макса Брода попросту не поднялась рука сделать это. Вместо этого он дал свет всем произведениям, которые удалось сохранить после Франца. Вы знаете, лично у меня язык не поворачивается сказать, что он поступил неправильно. Да, безусловно, воля умершего была нарушена, но в то же время мы знаем, что Франц всю свою жизнь раздирался противоречиями, и при этом у него до самой смерти была возможность покончить со своими трудами, уничтожить их, сжечь, как он делал до этого. Однако так Франц не поступил. Поэтому давайте же просто воспользуемся возможностью ознакомиться с тем, что он успел произвести. Субтитры создавал DimaTorzok В 2014 году на экраны вышел американский фильм «Бойхуд» или «Отрочество». Особенность этого фильма в том, что снимался он на протяжении 11 лет, и рассказывает он историю Мейсона. Просто мальчишки, отрока. С первого дня в школе до последнего дня в колледже. Безусловно, мы не станем умалять ценность этого фильма с точки зрения кинематографии. Однако есть, на мой взгляд, еще более ценный артефакт, в частности в литературе, который заслуживает, обязательно заслуживает вашего внимания. И это тетради, записки и произведения Франца Кавки. Ведь если в фильме режиссер лишь мог показать внешне, как изменяется герой, да и герой сам менялся, становился больше с годами, его плечи становились шире, возможно, чуть более суровым становилось лицо этого Мейсона, то в случае с Францем вы не оболочку видите. Вы читаете в письмах в точности, как он себя ощущал. И вы получаете возможность пережить те же самые эмоции. Пускай это и, по большей части, мнительность, беспокойство и депрессия. Таким образом, я убежден, что книги Франца Кавки, равно как и его дневники, равно как и его записки, не просто представляют величайшую ценность с точки зрения литературы, но также и крайние, крайне необходимые для прочтения всем, кто хочет в том числе разобраться и в себе, в своих чаяниях, мечтах и грезах. Спасибо за просмотр! Друзья, второй сезон видеоблога «С миру по книге» подошел к концу, а значит самое время подумать над сезоном номер три. И здесь мне нужна ваша помощь. Пожалуйста, прямо сейчас в комментариях к этому видео напишите, о каком писателе мне стоит снять третий сезон. Я внимательно прочту все ваши комментарии и приму решение относительно писателя для третьего сезона. Еще раз спасибо за просмотр и всем пока!